Ребята, это перезалив моего старого видео, которое набрало почти 40 тысяч просмотров. Так уж получилось, что оно было удалено с видеохостинга за некоторые нарушения, которые я поправил в этом монтаже. Лично мне жалко было бы терять этот видеоролик, так как в своё время я вложил в него достаточно много времени. Поэтому публикую его с некоторой редакцией заново. Спасибо за понимание. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать на мой канал, канал на который вы подписываетесь ради ежедневных видео о криптовалюте. Шерстил в ютубе, тут в рекомендациях вижу странно-утопическое название. 10 тысяч долларов за Ripple XRP, конец игры. Всё бы ничего, но ролик был опубликован 17 июня 2019 года и с тех пор набрал уже более 100 тысяч просмотров. А также обзавёлся неплохой активностью. А значит, тема многих интересует. Я лично не верю, что Ripple может стоить 10 тысяч долларов. Это ж какой должна быть его капитализация, чтобы токен достигал такой цены. Однако, видео меня заинтересовало, потому что показывает совершенно другую аргументацию, которую я ещё не видел ни у кого. Всё завязано вокруг ликвидности, это небольшой спойлер. Что касается актуальной ситуации, Ripple уже давно ведёт себя как какой-то стейблкоин. Он оседлал сильнейший уровень поддержки в 30 центов, который когда-то был сопротивлением. И на самом деле то, что его цена отпрыгивает от этой поддержки на протяжении такого длительного периода времени, меня только пугает. Достаточно посмотреть на аналогичную ситуацию по биткоину, когда его цена тоже нашла железный уровень поддержки на 6 тысячах. Но длительное тестирование этого уровня на прочность закончилось падением почти в 2 раза. Возможно, XRP ждёт что-то похожее. Тогда следующие ценовые отметки для него это 20 и 15 центов. Однако, перейдём к теме видео. Как пишет автор, я расскажу вам о том, как XRP достигнет 10 тысяч долларов. И благодаря этой цене заменит любые финансовые системы по всему миру. Я потратил некоторое время, чтобы перевести этот ролик для вас, поэтому погнали. Возможно, вы знаете монету XRP как одну из самых быстрых и масштабируемых криптовалют в мире на сегодняшний день. Ежедневно через огромную сеть банков отправляются колоссальные платежи в размере 76 миллиардов долларов. Ripple – это техническая компания в Сан-Франциско, которая хочет помочь банкам перемещать эти деньги из пункта А в пункт Б быстрее и дешевле. Ripple хочет сделать это, используя цифровой токен под названием XRP. Но знаете ли вы, что XRP был рассчитан на 10 тысяч долларов за токен? Так что же, Ripple – следующая крупная монета? Что на самом деле преследует Ripple? Это сеть SWIFT или перевод международных платежей. Итак, то, о чём вы здесь говорите – это модернизация международной финансовой системы. А это очень большой рынок. Возникает очевидный вопрос, который вы могли бы сейчас задать, а заключается он в том, может ли эта монета вырасти так высоко? Что ж, давайте узнаем. Когда создавали XRP, он был разработан именно так, чтобы заменить как институциональные, так и розничные финансовые системы на всех рынках по всему миру. Откуда мы это знаем? Если мы более подробно рассмотрим, как устроен XRP, то это становится очевидным. Известная цитата соочредителя Ripple Labs Артура Бритта даёт нам подсказку. В 2017 году он написал «XRP должен быть масштабируемым, чтобы обслуживать 7,5 миллиардов человек». Эта цитата даёт нам представление о масштабах амбиций Ripple, которые будут использоваться населением всего мира. Сначала давайте рассмотрим некоторые из основных функций XRP, которые подтверждают утверждение о том, что он был спроектирован так, чтобы стоить 10 тысяч долларов за один токен. XRP использует платежи по заказам, которые быстрее, дешевле и надёжнее, чем существующие системы, такие как SWIFT. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус присоединяется к нам прямо сейчас. Некоторые говорят, что следующим биткоином может быть Ripple. Как вы думаете, Брэд, это комплимент, что Ripple может стать следующим биткоином? Ну, я думаю, что если мы решим реальную проблему и она масштабируется, то я думаю, что это комплимент. Некоторые могут посмотреть на биткоин и обнаружить, что он был Набстером цифровых активов. Я имею в виду, что Набстер был первым оцифровывателем музыки, демонстрирующим, что если вы оцифровываете музыку, то вы можете сделать с ней много крутых вещей. Но в конечном итоге они поплатились за авторское право, товарные знаки и так далее. Я думаю, вы увидите, что возможно следующее поколение цифровых активов завершит решение некоторых из оригинальных проблем, которые намеревался решить биткоин. Так что же, таким образом сеть Ripple пытается взять на себя роль Swift? Кто же будет зажигать этот огонь и кто будет участвовать в этом? Что ж, если мы сделаем шаг назад и посмотрим на то, что сегодня нужно сделать, чтобы отправить 10 тысяч долларов в Калифорнию, то самым быстрым способом для нас будет доехать до аэропорта и полететь в Калифорнию. Это сумасшедшая вещь, особенно когда мы находимся в веке интернета. И да, мы привыкли получать информацию по первому требованию, когда думаем о клиентах, которые пришли к нам. И это потому, что мы решаем эту реальную проблему. Мы меняем природу платежа, занимающего несколько дней, чтобы долететь до Калифорнии на секунды. Поэтому теперь у нас есть более сотни клиентов, начиная от крупнейших банков мира и заканчивая платежными системами, типа Western Union, MoneyGram и LiquidPay. И обратно к вашему вопросу, XRP это следующий биткоин. Если мы работаем с системой, чтобы решить эту проблему, а мы можем решить эту проблему в масштабе триллионов долларов, то существует множество возможностей для создания ценности для XRP. По сути, XRP пытается обеспечить надежный источник по требованию ликвидности для трансграничных платежей. Теперь давайте поймем, что такое ликвидность. Ликвидность описывает степень, в которой актив или ценную бумагу можно быстро купить или продать на рынке, при этом не влияя на цену активов. И то, что мы видим на сегодняшнем рынке, это волатильность цен относительно небольшого количества инвесторов, которые покупают и продают XRP на биржах. Ликвидность для XRP или любого другого криптоактива появляется по мере роста цены, поэтому более высокие цены равняются более высокой ликвидности. Тот факт, что Ripple Labs заблокировал 55% от всего предложения XRP, был задисциплинирован блокировкой непроданных частей каждого выпуска монет, возможно поможет в конечном итоге повысить цену. Даже несмотря на то, что институциональные партнеры, вероятно, покупают XRP вне биржи, это не отображается в опубликованных биржевых ценах. Это всем понятно. В течение последних 6 месяцев цена XRP варьировалась от 25 до 60 центов, что представляет собой диапазон в 120%. Даже если это выглядит как массовое движение, это не является проблемой для институционального использования из-за быстрого трехсекундного расчета XRP. Большая часть предложения Ripple, я думаю, это криптовалюта XRP. Мы действительно признаем, что банки также не решаются конвертироваться в криптовалюту прямо сейчас, из-за волатильности в криптовалютах, а также из-за того факта, что у криптовалюты нет такой большой ликвидности, как, например, у доллара. Я слышал, как люди говорят о волатильности, и я чувствую, что они распространяют дезинформацию. Риск волатильности — это просто математический расчет волатильности на протяжении времени. Если вы холдите фиатные деньги, скажем, на протяжении среднего времени транзакции SWIFT, это порядка двух дней, то есть около 180 тысяч секунд, то транзакция XRP будет равна всего трем секундам. Математически оказывается, что в транзакции XRP меньше риска волатильности, чем в транзакции фиатной валюты. Разница в том, что у вас есть маркетмейкеры, когда вы совершаете сделку SWIFT. Есть банки, которые, как и маркетмейкеры, говорят, что я зафиксирую эту транзакцию и приму риск волатильности в течение следующих двух или трех дней. С XRP вам не нужно делать этого, потому что он очень быстрый. Но знаете, что проблематично? Это то, что эти ценовые движения были вызваны относительно небольшими розничными инвестициями. Чтобы переместить 5 триллионов долларов транзакций SWIFT, нужно гораздо больше ликвидности, чем может предложить XRP. Если будет доступно 45 миллиардов XRP, то для достижения такой ликвидности потребуется курс приблизительно 111 долларов за один токен XRP. Мы знаем, что часть XRP была сожжена или потеряна из-за утерянных закрытых ключей, и гораздо больший процент XRP, вероятно, недоступен, поскольку долгосрочные инвесторы холдят XRP. Таким образом, еще меньшее предложение XRP требует еще более высокой цены, чтобы обеспечить минимальную ликвидность для удовлетворения такого же количества международных платежей, как у SWIFT, или у розничных платежей, кредитных карт, а также институциональных и пенсионных инвестиций, такие как Grayscale, Morgan Creek и так далее, которые будут стимулировать спрос на ликвидность. Это увеличение ликвидности также повысит цену, которая обеспечит, в свою очередь, рост ликвидности. Это такой бесконечный цикл, в котором спрос увеличивает цену, которая увеличивает ликвидность, а ликвидность увеличивает спрос. Когда цикл набирает обороты, остановить его практически невозможно, у него так много энергии, так как далеко это может зайти? По состоянию на октябрь 2017 года было подсчитано, что стоимость классов активов в мире составляет 1,4 квадриллиона долларов. Наземное золото 7,7 триллионов долларов, мировые фондовые рынки 73 триллиона, мировая денежная масса 90,4 триллиона, глобальные долги 215 триллионов, глобальная недвижимость 217 триллионов и производные рынки 544 триллиона долларов. Если бы все эти 1,4 квадриллиона долларов всех классов активов были токенизированы с помощью XRP, то для этого потребовался бы курс токена не менее 11400 долларов за токен. Этот пример ясно демонстрирует масштаб ликвидности, для поддержки которой и был создан токен XRP. Для обслуживания клиентов, которые хотят воспользоваться преимуществами использования цифрового актива, такого как XRP, нужна ликвидность. Они предварительно финансируют ту сумму, которая там находится. Это действительно не активные денежные средства, которые просто зависают в банках. Цифровые активы сделали возможным перевод через границу в другую валюту в реальном времени. А сколько же денег предварительно фиксируется и как долго они находятся в банках? В этих банках зависло около 27 триллионов долларов. Они называются учетными записями НОСТРА. И да, проблема в том, что если мы можем сократить время предварительного финансирования, то мы действительно можем ускорить глобальную торговлю. Это хорошо для всех. Это хорошо для компаний в США. Это хорошо для небанковских сообществ по всей Африке. Это действительно может существенно изменить способ разметки глобальной финансовой инфраструктуры. Но что насчет делимости? Максимально возможное предложение составляет 100 миллиардов XRP. Каждый XRP делится на 6 знаков после запятой, что означает, что наименьшая единица составляет одну миллионную часть от одного XRP. Вы только подумайте, зачем разработчикам XRP делать токен таким делимым при стоимости 30 центов за монету? Это абсурд. Кому вообще может потребоваться использование одной миллионной от 30 центов? Вы бы не сделали так, если только не планировали бы, что токен был бы намного дороже, чем он есть в настоящее время. Скажем, 10 тысяч долларов за XRP. Тогда делимость имеет смысл по двум причинам. Первая. Низкая стоимость транзакции и доступность для мелкого розничного использования. Минимальная стоимость транзакции, требуемая сетью, составляет одну миллионную XRP. Иногда она увеличивается из-за более высоких, чем обычно, нагрузок, но даже несмотря на значение в 10 тысяч долларов, стоимость транзакции по-прежнему будет составлять очень мало, всего около 10 центов. Это по-прежнему очень дешево. Один цент, возможно, является наименьшей динаминацией. Это было бы необходимо для использования XRP в качестве средства проведения ежедневных розничных транзакций, даже на развивающихся рынках. Что могло бы обеспечить доступ к банковским и цифровым финансовым транзакциям, даже для тех, в чьих странах есть проблемы с доступом к банкам? Вопрос о недоступности банков настолько увлекателен и странно, что первопроходцы на самом деле не думают об этом. Но объясните, как это поможет? Банки хотят обслуживать клиентов до тех пор, пока они могут обслуживать их с прибылью. Если они не могут обслуживать клиентов, получая прибыль, то они не собираются этого делать. Поэтому, когда вы говорите о рабочей силе мигрантов, например, в Африке, которые явно не зарабатывают много денег, то стоимость услуг банковской системы для них фактически превышала бы их доход. Если бы мы могли облегчить работающим мигрантам владение активами, чтобы они могли легко перемещать их без всяких затрат, они бы стали частью банковской системы и мирового финансового сообщества. Я думаю, вы знаете о долгосрочном видении Рипла, как мы можем обмениваться ценностью в интернете, как сегодня информацией. Это действительно объединяет эти сообщества в систему и позволяет им участвовать и получать выгоду от участия в этой финансовой системе. В 2017 году Всемирный банк Файндекс обнаружил, что около 1,7 миллиарда взрослых людей остаются без банковского счета или без счета в финансовом учреждении. Приблизительно половина из этих людей без банковского обслуживания проживает только в семи странах. Это Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Нигерия и Пакистан. В отчете также отмечается, что поскольку две трети этого населения имеют доступ к мобильным телефонам, то они могут использовать мобильное банковское обслуживание до тех пор, пока мобильный доступ можно сочетать с хорошо развитыми платежными системами. История заключается в том, что у нас теперь есть платформа, на которой мы искали эту информацию по поводу ключевых кредитных платформ. И мы обнаружили, что многие транзакции, более 40% транзакций, происходят между 3 и 5 часами утра. Нас это заинтересовало и мы начали исследовать это. Спустя время мы обнаружили, что около 50% людей были женщины. И в ходе дальнейшего расследования мы поняли, что существуют трейдеры, которые работают на различных рынках. Они покупают на рынках, а потом продают на углах улиц и в киосках подобные вещи. Поэтому они просыпаются в 3 часа утра и заходят на кредитную платформу сотового телефона. Они все еще находятся в своих домах, потому что все это делается по мобильному телефону, который они одалживают или которым они владеют. Они получат деньги, после чего они звонят доверенному оптовику и просят свой товар, а сами платят через мобильный телефон. Затем звонят человеку, который доставит вещь в киоск. Теперь она идет, будит детей, кормит их, отправляет в школу, а в 6.30 идет в киоск со всеми товарами, готовыми к продаже, и начинает свой рабочий день. Даже я, будучи губернатором, не встаю с постели в 6.30 утра. Это люди, у которых нет банковских счетов и доступа к банкам, но они все равно пытаются вести бизнес и делают это с помощью своих мобильных телефонов. В большинстве развивающихся стран вы найдете гораздо больше людей, использующих мобильные устройства. Если вы можете сделать финансовый рынок доступным для них, даже если у них нет банковского счета, вы откроете огромный новый рынок. Если вы сделаете транзакции достаточно доступными, то они точно будут использовать этот новый рынок. XRP позволит даже тем людям, которым не предоставляются банковские услуги, иметь доступ к цифровым финансовым инструментам, которые являются быстрыми, стабильными и конструктивными. Решения, которые были заложены в XRP, заставляют нас поверить в то, что этот токен задумывался изначально для курса 10 тысяч долларов за токен. Только в этом случае XRP станет возможным для обслуживания действительно глобального рынка. Субтитры создавал DimaTorzok